а денек сегодня офигенский тише стоит прям вообще вот тишина если бы не гуси то прям совсем бы было тихо и ветра нету и такой морозец легкий совсем может градусов 5 может 7 в общем красота в деревне красота но уже день как бы на удлинение пошел и в общем то весна уже вот она на пороге так что не упускайте эти деньки при любой возможности надо за город потому что ну такие дни надо прям ловить ну а мы в общем то сегодня продолжаем вчера прогул был потому что снегопад опять и сегодня как то тут тоже не чище ну ни хера в общем то со второй попытки только проехал потому что снег сверху рыхлый а внизу лед вот помните когда ледяной дождь был и получается колесо его цепляет и бзык и проскакивает но в общем то кое-как сегодня доделали наше крылечко в общем то все крылечко наше готово закрыли вот эти вот ушки имитации бруса тоже самое вертикально у нас там сверху как бы есть чему прихватиться а внизу висечок ну и хер бы с ним на шурупы потому что висечок если бы было прям вплотную то теоретически вот когда так вот вертикально где-то в нише можно было бы и на гвозди но тут уже в общем то особо не принципиально она чуть подшлифуется покраситься и будет прям красота а здесь потом ну станет какой-то цоколь я так думаю потому что но так вот оставлять без цоколя она конечно на любителя скажем так и здесь естественно это все перфорации тоже может быть цоколем как-то чуть-чуть прикроется и и там вот тоже ну и соответственно там дальше положим такой какой-нибудь внутренний уголок чтобы торец имитации накрыть ну а иначе там уже никак не сделаешь а торцы закрывать надо конечно обязательно потому что торцы это самые такие уязвимые места которые в себя максимально набирают влагу и поэтому потом начинается гниение плесень и в общем то все дерево вешает превращается в труху поэтому торцы вот обязательно их чем-то закрывать и то же самое вот здесь вот ну там вот явно будет какая-то фронтонная планка я так думаю большая просто под цвет кровли а вот этот вот торец тоже бы надо закрывать потому что и там как бы ну торцом обрешетка и здесь у нас торцом имитация и поэтому что-то тут вот надо будет но с этой стороны теоретически конечно станет вот этот парапет но все равно вот на хлопочку вот тут какую-то надо придумывать будет потом по весне не знаю что там хозяева придумают но что придумает мы постараемся реализовать и сегодня закрывал стены то есть вот этот вот профлист был весь снятый потому что там у нас где-то окно она передвинется вот туда где сейчас конец профлиста соответственно все равно надо было двигать и вот здесь вот профлист выступал прям сер знает насколько соответственно тоже его надо было убирать поэтому я его весь снял потом когда крылечко все сделал и сегодня вот поставил в общем то довольно такая ну простая работа хоть и один вполне себе ничего страшного ну и здесь тоже вот мы подошли к окну вычелкнули обрешетку пропилили здесь тоже ну какая-то будет типа уголка я так думаю потому что больше тут особо ничего не придумаешь там какой-то отливчик надо бы соответственно профлистом догнать отливом накрыть и там соответственно тоже профлист кусочек вырезать и как какую-то планку сделать не знаю но чтобы вот этот вот карнизик закрыть и там у нас тоже там вот эти два листа надо будет тоже снимать потому что окно переедет на одну секцию туда подальше ну это стена тоже в общем то вся на переделку потому что вот здесь вот профлист мы естественно убрали поэтому он у нас оттуда вот до окна там он прям по окну почему-то был ровно сделан я даже прям удивился то это такая вот прям удача ну и соответственно сюда дошли тут кусочек отпилили там тоже кусочек отпилили вон они валяются чтобы было как бы ровненько и тут тоже естественно какая-то вот но потом уголок какой-то надо чтобы вот это закрыть 0 либо закрыть и потом вот это шлифануть покрасить либо как бы закрыть целиком ну хрен знает как хозяева решат и соответственно дальше профлисты вот эти нам тоже все надо снять и потом опять одеть потому что там окно оно наполовину закрыто надо будет обрезать профлист и что самое главное мы снизу подшиваем еще сетку от грызунов потому что получается мы когда пол делали дошли до нижней обвязки а дальше от нижней обвязки до профлиста до вот фасадной обшивки там вен зазору приличный то есть идет обрешетка контур обрешетка получается где-то миллиметров почти 50 соответственно для мышей это прям шикарно то есть залезай и прям раз утеплитель поэтому вот это вот мы естественно закрываем и в общем то на сегодня наверное похоже что все потому что дальше уже что-то по снегу наладился конечно караул просто ну вот там сугробы выше пояса мне то есть прям вот если он там встать то прям будет практически по шею а здесь вот прям выше пояса плюс это же с крыши все вот сползло вот этот вот навал это все с крыши а там он так как наклон такой приличный он когда падает немножко как бы в сторону а там получается пустота и вот прыгаешь туда-сюда там снег рыхлый тут утоптанный потому что он когда сверху мокрый плюхается он естественно но сжимается и получается очень плотный уплотнение такое серьезное и лесенцу хер поставишь и в общем то так что такая вот у нас сегодня пляска но тем не менее дело идет как то так